Чемпионат Европы, 35-й чемпионат Европы среди взрослых, Пула и путевка на Олимпийские игры, полуфинальные поединки и вы видите спортсмена в красном углу из Азербайджана, в красной майке, Руслан Хайров и его соперник Олег Саитов. Ну, у Олега Саитова, ну это понятно, уже путевка на Олимпиаду в Грецию, на третью Олимпиаду и хочу сказать, что с возвращением Олег, то есть на третьей Олимпиаде он будет боксировать. Вот, и, ну, немножко мы во время боя поговорим о классе, если хотите, о гениальности Саитова как боксера. Вот, значит, первые секунды поединка, значит, я еще раз говорю, что у Саитов в него очень сложно попасть, ну, невозможно просто. А есть одно качество, вот он наносит удары, да, вот Саитов, он идет от противного, вот он бьет соперника, наносит удары, и он не убегает в сторону, не поднимает руки, не защищается какими-то уходами, как я говорил, шаг в сторону, шаг в лево, шаг в право, а он прилипает. Вот, обратите внимание, он нанес удар, попал и прилип к сопернику, и сопернику нечего делать. Он соперник пропускает, и Саитов моментально останавливается возле него, ему некуда бить. Но сейчас пока мы еще вот этого-то как раз не видим, но, может быть, я и могу, да, и должен. Вот обратите внимание, вот обратите внимание, вот мы сейчас это увидим, я сейчас вам это продемонстрирую. Вот он подходит ближе Саитов, да, выдергивает его резко. Вот, ну атака просто не получилась. Не получилось, ну понятно, что в азербайджане там тоже ответил. Вот, ну в процессе боя мы увидим этот момент, где Саитов бьет и прилипает к сопернику. Быстро завершился первый раунд, и Руслан Харов из Азербайджана. Лучшие достижения этого спортсмена, это бронзовая медаль на чемпионате мира 2003 года в Айланте. Вот. На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году он проиграл в четвертьфинале будущему олимпийскому чемпиону Олегу Савитову, с которым он сейчас встречается. И счет-то был тогда 10-10, равный счет был. Вы знаете, прекрасно знают соперники друг друга. 27 лет этому спортсмену, и вот на чемпионате мира в Бангкоке, я хочу сказать, он проиграл финалисту Хасанову, спортсмену из Узбекистана. В одной четвертой финала Руслан Харов выиграл у Филиппо Ло Грека, спортсмена из Италии, ввиду явного преимущества. Итак, раунд два. Второй раунд. Хочу еще сказать вот за Саитова, он от боя к бою прибавляет. Он прибавляет от боя к бою. Но это уникальное качество для боксера, потому что боксеры устают первый бой, второй, третий, четвертый. Он утомляется морально, физически, психологически. А Саитов, он прибавляет от боя к бою. Но вот я хочу сказать, уникальная возможность обладает этот спортсмен, настраивается на главные поединки, которые он проводит в своих основных соревнованиях. Согласен? Да, он может очень атратительно провести первый поединок. Чуть-чуть получше второй. Но там дальше, но в финале он притом блестящий боксер. Вот это он не хотелось. Немножко застоялся, немножко зазевался. Да и руки, видите, где? У него всегда руки такие. Я не видел, чтобы Саитов падал. Он прекрасно чувствует дистанцию и редко пропускает такие удары. Но будем это немножко... Я думаю, что он был немножко невнимательным. И здесь смелее начал действовать Руслан Хайрох. Вот нужно как-то сейчас, во-первых, показать, что это был просто случай. Ну, с кем того не бывает. И диктовать свои условия на ринге, да. Ну да, вот здесь вот действительно первым номером работает Саитов. Первым номером идет, подавливает, ждет. Вот он подавливает и ждет ошибки. Саитова Хайроха ждет ошибки его. И его ошибки хочет использовать... Вы видели, как волнует сейчас Игорь Уткин, наблюдая за этим поединком? Вот эти вот левые джебы, все дистанции, это 90% должно быть в поединке, а, Виктор? Левая рука должна все время работать и разоружать атаки своего соперника. Вот обратили внимание, вот он сейчас Саитов ударил или попытался ударить, и тут же прилип сопернику, то есть ничего не дал сделать Хайрох. Ну, вы видите сейчас, какой мощнейший удар пропускает Олег Саитов. И завершился второй раунд. Вот вам, вы представляете, что творится? Вот нам показывает сейчас Эдуарда Хусаринова на ваших экранах. Он вместе сидит с Агаджаном. Вот видите, казалось бы, встречается... Президент Федерации бокса России и Азербайджана. В кадре мы увидели президента Федерации бокса России Хусарина Владимировича и других руководителей Федерации других стран. И вот он очень внимательно смотрит за поединком Саитова. Потому что это всеобщий любимец, герой, и очень бы хотелось, чтобы он стал чемпионом Европы, но даже я вам хочу сказать, он попал на Олимпийские игры. Вот на данный момент, как говорил Хромов, это не сама цель. Для Олега Саитова цель основная – это третьи Олимпийские игры. И мы знаем, как он великолепно готовится к основным стартам четырехлетия. Ну давайте, давайте сейчас все внимание все-таки... Мы можем списывать Олегу Саитову все поражения и удачи. Не очень красивые поединки, но основная Олимпиада, он будет готов на все сто процентов. И сейчас пока ведет... Руслан Хайров. Ну, очко это пока еще. И здесь нужно, конечно, безусловно, все постараться тем, чтобы отыграть это минимальное преимущество. И, конечно, я представляю. Вот опять же, возвращаясь к тому моменту, что наступил тот момент, что кто кого перечувствует. Потому что чувствительные боксеры, ну понятно, Олег Саитов и Хайров – чувствительные боксеры. Вот здесь такая игра на нервах. Это понятно. Это вот по напряжению этого поединка, по-моему, все это чувствуют сейчас. Но... И такое ощущение, что как будто до ошибки кто ошибется первым. Пропускает сейчас, к сожалению, Олег дистанция отдельного удара. Напомню, что Олег у нас двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вала Баркера. Очень напряженный поединок, надо сказать. Никак не может, Олег, развязаться в ударах. Вот никак не может. Что-то его тормозит, не получается. А что тормозит? Мне кажется, вот те пропущенные удары, они каким-то образом, ну, сказались и действуют на психику спортсмена. Правильно? Вы знаете, я считаю, я не говорю про данный ход поединка, я говорю про основные старты четырехлетия. Это понятно. И тормозит его то, что вот это чемпионат Европы, да, желательно бы выиграть, конечно, но это не самоцель. Это не самоцель, и Хромов все время говорил об этом. Важно, чемпионат Европы, это как подготовка к Олимпиаде, как этап подготовки к Олимпиаде. Для Саитова важно быть готовым. Вот на сегодняшний момент, когда он боксирует, я думаю, что это где-то, ну, я не знаю, ну, процентов 60 его уровня, на который он может подняться. То есть 60 процентов то, что он показывает. Понятно, понятно, да. Завершился третий раунд. Ну что ж, нам только остается надеяться на более благоприятную ситуацию в четвертом раунде, но очень напряженный поединок. Я прям буквально весь сжался. С каким преимуществом можно выигрывать? Ну, слышим. Вот, да. Слова секунданта, с каких преимуществом можно выигрывать, но... И пропускает сейчас Олег Саитов непростительный удар, мне кажется. Это, кстати, достаточно неожиданный удар, два боковых слева. Обычно это редкий случай, что... Повторяю, да. ...два раза слева, да. И повторный прошел для Саитова, это было, ну, неожиданно. Ну, и будем надеяться о том, что вы так много и говорили, что все-таки Саитовцы сделают для себя, безусловно. Это, понимаете, я хочу сказать другое. Я хочу сказать о том, что Саитов это гениальный боксер. Это, вот, не в зависимости от того, как закончится этот поединок, я уверен, я уверен, что... ...что Саитов, Саитов будет боксировать на Олимпиаде в Афинах и выиграет третью Олимпиаду. А счеты сейчас равные, 13-13. И вот уже очко пока ведет Олег. Ну, давайте смотреть, снимать на четвертый раунд. Вот он хорошо встречает его сейчас. Ну, очка, что другие устремы. Вот, меня всегда... Ну, все любят сенсации. И, конечно, было бы, как Саитов проиграл бы чемпионат Европы. А чемпионов устают, да? Или против чемпионов борются? Против чемпионов всегда борются. Всеми дозволенными и недозволенными средствами. Вот сейчас нужна резкая атака для Саитов. Вот как сейчас он пошел, но не попал. Вот резкая была атака. Ну, такой немножко скомканный, все-таки, мне кажется, получается, поединок. Оба спортсмена придерживают друг друга. Он скомканный, потому что внутреннее напряжение... Ну, в силу внутреннего напряжения, да, да. Оно очень высоко. И тут цена любой ошибки, цена любой ошибки велика. Да, конечно, здесь вот поединок на нервах, кто-то говорить нечего. Ну, иначе быть не может. Иначе быть не может, да. Вот сейчас вот обратили внимание, Саитов справа прямой ударил, и тут же, вот очко засчитали, и тут же прилип к сопернику. Вот я о чем говорю. Ударил, и прилип к нему, и сопернику нечего делать, он не может ответить. Он просто, это исполняется, ну, любители бокса меня поймут, это исполняется на уровне гениальности, на уровне, я не знаю, фантастики, потому что я не знаю второго такого боксера, который бы бил и прилипал. Ну, найдите мне такого. Ну, после того, как он прилипал, еще были у него в самом начальном периоде карьеры, он потом отталкивал и еще проводил комбинацию после этого. Успевал, во всяком случае. Успевал, во всяком случае. Я надеюсь. Очень многие, очень многие говорят, что Саитов это не тот боксер, который вот часто спорят профессионалы, любители. На самом деле бокс он везде один, и в профессионалах и любителей. То есть бокс, он и есть бокс, руки, ноги, правила другие. И говорят, что Саитов не мог бы быть там великим профессионалом. Я считаю, что это, это, это абсолютно необъективно, это неправда. Я могу сказать, что Саитов был бы великим профессионалом. Ну, я тут, может быть, могу поспорить, да? Хорошо. Вот, видели руку, подняли Олегу Саитову. Поздравляем Олегу. Вот, поздравим. Николай, давайте вот так. Вот, Пушкин Александр Сергеевич, если бы он жил бы в Англии, и потом поговорим на эту тему.